Итак, ребят, приветствую всех. Ну что ж, мы начинаем серию новых разборов на турнир UFC Fight Night. Сегодня мы поговорим о поединке, который, соответственно, возглавит этот турнир, в котором встретятся Макс Холлэй против Арнольда Алина. Это главный бой вечера, это 5-раундовый поединок, да. Но давайте буквально пару слов скажу по прошедшему номерному турниру UFC 287. Насчет главного поединка, да, действительно, Адысане красавчик, молодец, здесь вопросов никаких нет. ТМ-ка все-таки сработала, а вот победа, к сожалению, ну, лично в моем случае, да, бразильского спортсмена Перейры, к сожалению, не получилась. Но, да, действительно, Адысане отлично отработал в моменте, когда Перейра начал уже Адысанию поджимать к сетке, начал работать ему по корпусу. Я подумал, что действительно по ходу дела надломился, скорее всего, Адысане. Но это был такой хитрый ход, да, заманчивый, заманил к себе оппонента и, соответственно, потушил его. Вопросов никаких нет, красавчик. Что касается робофонда, то здесь тоже интересно все получилось. Выбирал я робофонда. Единственное, за что я переживал, это за его возраст и, соответственно, за его челюгу. Но он отлично продемонстрировал свои навыки и просто уничтожил своего оппонента. Что касается ставки, которая не прошла у нас в телеграм-канале, это ставочка была на победу молодого бойца Россы, молодого борщика, который отлично отработал в первом раунде, но потом сдох просто в ноль. И, соответственно, второй, третий раунд тоже отдал. Ну, тут, как говорится, 18 лет в главном карте выступаешь. Плюс, соответственно, на большой арене UFC переволновался. Здесь все может быть, поэтому я надеюсь, что этот парень вернется сильнее, но стоит отдать должное его оппоненту, который, в принципе, отличный геймплан проработал и, соответственно, одержал победу. Также хотелось буквально сказать несколько слов еще по одному интересному, как мне кажется, поединку, который у нас непосредственно прошел в со-главном событии этого карта. Это Гилберт Бернс против Хорхе Масфиделя. Там я делал, значит, разбор на Бернса и, соответственно, на ТБшке. То есть, все зашло, в принципе. Бернс продемонстрировал отличные навыки борьбы. Я думал, что местами где-то, возможно, у Бернса уже открываются возможности для финиша, но нет. Хорхе отлично показал свой дух, свою стойкость. Проявил, скажем так, в каких-то моментах смекалочку, да, свои хорошие навыки в защите в партере. Ну, и не дал себя финишировать. Завершил карьеру. Огромное спасибо ему за его поединки. Особенно над одной из самых, наверное, зрелищной его победой в его карьере профессиональной. Над Беном Аскареном, когда он просто нахрен выключил свет этому парню, который много болтал, да. Как он называл, по-моему, половая тряпка его или как-то так. В общем, что есть, то есть. В общем, переходим мы к разбору уже очередного турнира, как я уже сказал, да. Сегодня мы, как и всегда, по классике поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры. Ну и, конечно же, будем искать варианты для ставок. Погнали к разбору. Давайте начнем разбор с Алина. Это боец, который по любителям выступал по боксу, по кикбоксингу. Также в его активе есть фиолетовый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В качестве профессионального спортсмена он дебютировал и начал показывать хорошие, действительно хорошие результаты. Становился чемпионом британского промоушена. Если я не ошибаюсь правильно, он называется Made for the Cage. Именно так промоушен этот кличет. В простонародье. После этого подписал контракт с организацией Cage Fury Fighting Championship. Провел там 6 боев. 5 боев выиграл. К сожалению, для него один бой проиграл. Были, кстати, и близкие там спорные поединки. В общем, в 2015 году он подписал контракт с организацией UFC. Встречался против Аверхани, которого выиграл с плитом. Дальше Гилберта Мелендеса прошел. После этого был поединок против Ника Ленца. Победил. Дальше ему начали повышать потихонечку оппозицию. И, соответственно, давать ему поединки в главном карте, где он встретился против Садика Исуфа. Это было со-главное событие турнира UFC Fight Night. Тогда одержал победу. Ален решением судей. Крутой бой. Кстати, тогда мы его забирали. Он был андердогом небольшим, там за 2.05 где-то. После этого он встречается против Дэна Хукера. Финиширует того техническим нокаутом в первом раунде. И получается, соответственно, крайний свой поединок. Это был его 5-раундовый бой против Келвина Катара. Техническим нокаутом во втором раунде. Повредил колено Катар. И, соответственно, не смог продолжить этот поединок. И было присвоено ему поражение. Я имею ввиду Катару. В общем, действительно, Ален показывает отличные поединки в организации UFC. Он никому пока что на данный момент не проигрывал. И вот ему дают бывшего чемпиона UFC Макса Холлова в оппоненты. В общем, переходим к бойцовским качествам Алена. Здесь стоит подчеркнуть, что у парня неплохая защита от тейкдаунов. Он имеет, как я уже сказал, в активе фиолетовый пояс. Понимает, что нужно делать в грэплинге в случае, если его будут переводить. Что касается его переводов, то очень редко, когда он пытается кого-то переводить. Потому что в стойке он себя чувствует максимально комфортно. В борьбу лезет Ален только тогда, когда бензобак его практически пустой. Что касается стойки, ну, вы, в принципе, сами все видели. Серийная работа присутствует. Отлично миксует удары как с рук, так и с ног. И, в принципе, на ногах максимально подвижный, мобильный боец. Постоянно смещается, грамотно атакует. Ну, и, соответственно, при всем при этом набрасывает достаточно, скажем так, хорошее, обширное количество ударов. Что касается его кардио. Вот это его, как мне кажется, на данный момент слабая сторона. Потому что, когда бои проходят в высоком темпе, в хорошем темпе, как это было против Садика Исуфа, вы видели, что Ален в третьем раунде уже подзамедлился. Что было бы с Катаром, если бой зашел чуть подальше? Опять же вопрос. Никаких моментов негативных не было видно по первому поединку, точнее, по первому раунду против Катара. Отлично отработал Ален, забрал практически в одну калитку первый раунд. Ну, что было бы дальше? Потому что мы знаем, что Катар, для него 25 минут отработать, это, в принципе, нормально. Вот там могли бы открыться вопросы. Но этого не случилось. Финиш от Алена, красавчик, молодец. Но все равно я считаю, что по кардио у этого спортсмена есть определенные проблемы. Ну и переходим и к бывшему чемпиону организации UFC, это Макс Холлоуэй. Боец, который начал свою профессиональную карьеру в 2010 году. Он провел всего 4 поединка по профикам. И сразу же залетел в организацию UFC. Тогда он, по-моему, был самым молодым бойцом. В общем, в дебюте в UFC он встретился против Дастина Парье. Проиграл тому с Сабом. Также проигрывал Конору Макгрегору решением судей. И, кстати, хороший поединок у них тогда получился. Ну и после этого вышел на нереальную серию из побед. Выигрывал Кабо Слонсона. Стивенса проходил. Был поединок против Чарльза Оливера, которого он прошел. Также был поединок против Ламаса. Тоже победа. Соответственно, ряд вот этих побед, действительно достойных побед, привели его к претенденту на чемпионский поезд. Стретался он туда. Завременный, кстати, поезд против Антони Петиса. Финишировал его техническим нокаутом в третьем раунде. После этого, соответственно, уже подрался за настоящий поезд против Альдо. Финишировал техническим нокаутом его. Сразу же организации UFC посчитали, что необходимо организовать реванш. Ну и первую защиту для Макса. Провел он первую защиту против Альдо. Получился у них как реванш. То же самое. Досрочно, соответственно, Макс Холлоу держал победу. После этого был очень крутой поединок с Брайном Артегой, где Макс продемонстрировал всю красоту ударной техники. Да, и разбил просто в хлам лицо Артеги. После этого у них был поединок против... У него был поединок против Парье. Это был реванш, где... Кстати, тогда Парье был чемпионом, по-моему, если не ошибаюсь. Или за чемпионский поезд. Просто они... По-моему, ваканты все-таки чемпионский поезд. Поправьте мне в комментариях, если я что-то не так говорю. И, соответственно, Макс с полулегкого веса пришел в легкий, поскольку Парье именно там выступал. И бой получился, кстати, близкий. Но судьи увидели победу Парье. После этого, соответственно, продолжая дальше защищать свой чемпионский поезд в полулегком весе, встретился против Фрэнки Эдгара. Победил его решением судей. Хотя я считаю, что мог и досрочно его победить. Ну и, соответственно, череда неудач, поражений. Первый поединок против Волкановский недооценил Макс Холлоу из своего оппонента. Во втором поединке бой получился максимально мега супер близкий, где сплитом все-таки Волкановскому отдали. После этого главный бой вечера Холлоу против Катара, где Катар громкие высказывания позволял себе в адрес Макса, говоря о том, что он сводит его в школу, покажет ему, что такое бокс. Я думаю, многие помнят, что было тогда с лицом. Сейчас я вот здесь фотографию прикрепим. После пятого раунда, что было с лицом Катара? Ну, для общего понимания. Вдруг кто-то пропустил этот поединок. После этого решением судей, соответственно, Макс Холлоу над Катаром одержал победу. Потом подрался с Родригесом. Родригес, я напомню, это временный чемпион организации UFC полулегкого дивизиона. Ну и, соответственно, после этого посчитали матчмейкер, что необходим третий поединок с Волкановским. Ну, там уже Алекс просто в одну калитку на протяжении 25 минут избивал Холлоуи, не давая тому никаких абсолютно шансов. В общем, переходим к бойцовским качествам Холлоуи. Здесь стоит подчеркнуть, что Холлоуи – это боец максимально универсальный, максимально разносторонний, сбалансированный. Сказать, что его можно перевести, можно это сделать легко, это крайне сложно. Нет этого парня, у которого отличная, великолепная защита от тейкдаунов. Даже если его переводят, он мгновенно поднимается, соответственно, в стойку. Что касается его борьбы, то относительно недавно мы поняли, что этот парень может сам побороться, как это было в поединке против Ейра Родригеса, где отлично работал Макс Холлоуи. Он переводил соперника, контролировал гранд-энд-паунд, соответственно, подключал в том поединке. И из ударника немножко превратился в борцовку. Такое бывает. Что касается его ударки, мы знаем, да, это просто тонна, 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 еще раз тонна ударов с его стороны. Это просто кардиомашина, которая будет работать на протяжении 15 минут, 25 минут, да хоть, наверное, 50 минут, мне кажется. Я немножко утрирую, но все равно мы знаем, что Макс Холлоуи – это кардиомашина, которая начинает разгоняться. Ну, то есть, чем дальше раунд заходит, тем, соответственно, Макс Холлоуи все больше, больше, больше взвинчивает темп. Поэтому ни в плане ударной техники, ну, я имею в виду в общем понимании, да, ни в плане кардио у этого спортсмена проблем нет. Вот теперь переходим мы к самому интересному. Это прогноз на этот поединок. Я напоминаю, ребят, что Фонбет дает бонус. 2000 рублей, ссылки будут в описании, в закрепленном комментарии. Ссылка будет с пометкой «Россия». Ребята, кто из России, переходите, регистрируйтесь. 1000 рублей на счет закидывать, и вам автоматически 2 косаря бонусами прилетают. Те ребятки, которые с Казахстана, то же самое. Ребята, там будет пометка «Казахстан». Переходите, регистрируйтесь, 400 тенге на счет кладете, 5 косарей вам сразу же прилетает. И в дальнейшем до 80 штук можете получить. Поэтому, если кому-то мое предложение интересно, то, как говорится, или кто-то хочет играть в самой надежной букмекерской конторе, вот, пожалуйста, ссылочки в описании, в закрепленном комментарии, как говорится, полный газ. В общем, коэффициенты нам Фонбет предоставляют следующие. Макс Холлоу идет за 1,65. Опять же, кэфы будут крисать. Арнольд Таллинн идет примерно где-то за 2,3, за 2,35. Ну, давайте возьмем 2,3. В общем, здесь Макс Холлоу является фаворитом в этом поединке. Почему он фаворит? Ну, скорее всего, потому что он бывший чемпион, потому что у него серьезная позиция. В общем, давайте, как всегда, пробежимся по ключевым аспектам. Это ударная техника, кардио... Точнее, ударная техника, борьба кардио-оппозиции. Ну, какая последовательность, никакого, в принципе, значения особо не имеет. Что касается оппозиции, то здесь всем все, я думаю, понятно. Макс Холлоу является безупречным, наверное, правильно так сказать, фаворитом в этом аспекте. Все, с кем он дрался, это бойцы чемпионского уровня, чемпионского калибра. Это бойцы, у которых и отличная кардио, и отличная ударная техника, и, в принципе, неплохая борьба и грэплинг. Потому что тот же Волкановский, Родригес, потом Парье, Артега, Альда. Особенно в те времена Альда, это боец, которого нельзя было тогда еще и усписывать. Это в любом случае тупо позиция. Если мы посмотрим на то, с кем дрался Арнольд Даллен, то по факту мы можем из более-менее крепких бойцов... Я не знаю, хукера мы можем поставить на место хорошей оппозиции? Я думаю, вряд ли, потому что то, какие поединки хукер показывает в последнее время, я считаю, что я не хочу называть его мешком. Я понимаю, что многие любят заниматься этим дерьмом, говорить, что там, да хукер уже мешок. Я сейчас обращаюсь к вам, ребятки, мешок это, в моем понимании, тот, кто лежит на диване и пьет пиво. Вот это мешок. А пацаны, которые выходят драться в клетку, ну, тяжеловато. Наверное, неправильно будет их называть мешками, потому что как раз-таки те, кто пишет, что вот этот мешок, тот мешок, наверное, вряд ли и один раунд смогут провести в клетке против хотя бы кого-нибудь. В общем, хукер нет, наверное. Катар, ну, Катар, да, это оппозиция, это топовый боец, но, опять же, единственное только Катары. Все, Садик Юсуф, ну, пока что этот парень не демонстрирует каких-то выдающихся боев, его сейчас там кормят в буквальном смысле этого слова, да, там, какими-то непонятными ребятами, которые только подписывают контракт с UFC, либо которые выходят на суперкороткое уведомление. Поэтому, ну, я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Оппозиция уходит на сторону Холуэ. Что касается кардио, я считаю, что, наверное, этот аспект уходит на сторону Макса Холуэ. Почему? Потому что в его карьере огромное количество пятираундовых бейтингов. Посмотрите, Волкановский крайний бой пятираундовый, Катар пятираундовый, Родригес пятираундовый, до этого два боя с Волкановским пятираундовым, это уже пять пятираундовых боев. Фрэнки Эдгар, это был пятираундовый, Парье пятираундовый, Артега пятираундовый, то есть восемь пятираундовых боев. То есть, Макс выходит на пятираундовые поединки просто как чувак, который, ну, условно говоря, пришел в офис отработать свой, там, восьмичасовой день и пойти домой. Примерно такая же ситуация, ребят. Поэтому, если мы посмотрим на Алина, даже несмотря на то, что он был чемпионом, как я уже говорил, там, британского промоушена, он финишировал там своего оппонента, по-моему, во втором раунде. В концовке второго раунда. И все. Дальше третьего раунда он не заходил. Что с ним будет в четвертом, в пятом, непонятно. Опять же, мы видели, что уже в третьем раунде у Алины есть проблемы. Будет ли Макс Холуэй добавлять от раунда к раунду? Это, конечно, сейчас вопрос. Потому что Холуэй находится не в лучших кондициях. Мы знаем, что Макс это боец, которому достаточно, ну, против вот таких вот бойцов, как Алин, там, как, например, там, Родригес, да, как Катар. Для него достаточно подготовиться даже дома. Мы видели, что во времена, когда во всем мире творился полный капец, что делал Холуэй? Он готовился у себя в гараже, он вышел и просто переехал Катара. Пожалуйста, отличного ударника. То есть, ну, по факту, опять же, у меня есть вопросы к ментальной составляющей, да, Холуэй. Потому что что с ним сейчас происходит? Нужна ли ему победа? По-хорошему, конечно, нужна. Но будет ли он делать для того, чтобы победить в этом поединке? Либо сейчас просто выйдет на расслабоне, да, и вообще ничего не покажет? Такое тоже может быть. Опять же, ментальная составляющая здесь имеет огромную роль. Но если мы сейчас уберем ее в сторону и говорим про конкретные цифры, про конкретные факторы, то я считаю, что в кардио Макс Холуэй должен превосходить своего оппонента. Соответственно, плюс в плане кардио уходит на его сторону. Следующий аспект – это борьба. Сможет ли Ален побороть Холуэй? Я думаю, что нет. Возможно, возможно, перевести где-нибудь. Оформить тейкдаун – это я думаю, вряд ли. Сможет ли Холуэй подключить борьбу? Я думаю, сможет. Сможет ли он перевести Алена? В более поздних раундах почему бы и нет. Поэтому давайте просто здесь поставим знак равенства. Что касается ударки, опять же, арсенал. У Алена есть нокаутирующая мощь. У Холуэй нет. Но у Холуэй есть, как я уже говорил, тонны выброшенных ударов. Чего не скажешь про Алена. Ален может это сделать в первом раунде. Ну, может быть, и во втором. А что будет с ним дальше? Дальше, скорее всего, он подсядет по кардио. И, возможно, будет клинчевать, бороться, выживать. Опять же, бывают поединки, когда бойцы выходят, когда бойцы в кардио выглядят не лучшим образом. Как, например, было в бою, где дрался наш с вами соотечественник Петр Ян против Мираба Двалишвили. Давайте вспомним. Когда Мираб заходил в третий раунд в своих боях в UFC, у него по кардио всегда были проблемы. Прям всегда. Здесь он отработал четвертый, пятый раунд. Ну, такое ощущение сложилось, что это был не пятираундовый поединок, а трех. То есть, ну, пожалуйста, да. Я не знаю, как он прокачал скилл кардио. Вообще, кардио, ну, либо у тебя есть, либо у тебя его нет. По факту. Да, его можно улучшить. Но, исходя из моего опыта, из моих знаний, кардио улучшается, ну, прям совсем на чуть-чуть. Но когда ты еще 10 минут в бешеном темпе работаешь, здесь какие-то дополнительные факторы уже влияют. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, поэтому, опять же, исходя из того, что я видел, исходя из тех боев, которые проводил Ален, скорее всего, я считаю, что по кардио он должен будет подсаживаться, а Макс Холлоуи должен набирать. Поэтому в стойке, ну, небольшое преимущество дадим Холлоуи. Таким образом, у нас больше плюсов за Макса Холлоуи. Поэтому в этом поединке я, возможно, вот в плане ставки, я бы, наверное, подождал. Потому что в первом раунде у Алена будет отличный шанс на то, чтобы поднять на Холлоуи коэффициент. Возможно, и во втором. А дальше уже можно будет посмотреть, что будет делать Макс, как он вообще будет проводить этот поединок. Потому что в любом случае, я не думаю, что в первом раунде на Макса сразу Кэфф начнет падать. Скорее всего, Ален будет работать, ну, если, условно говоря, он будет так же работать, как с Катаром, то, соответственно, мы с вами увидим цифры, которые, ну, поменяются, да? Потому что Ален, скорее всего, будет после первого раунда фаворитом, ну, или хотя бы подровняет коэффициенты, да? И можно будет уже присматриваться на Макса Холлоуи. Именно вот по лайву у меня такая рекомендация. Здесь я однозначно говорю, что не стоит окружать большие деньги, потому что, опять же, непонятно, что сейчас происходит с Максом. Но если мы берем конкретные факторы, статистику, да, если мы берем конкретно все это на бумаге, то я считаю, что Макс Холлоуи за счет опыта, за счет кардио, за счет разнообразности ударной техники, за счет теннажа выброшенных ударов должен одержать победу в этом поединке и выходить на победную тропу. В общем, да, друзья, вот такое вот мое мнение касаемо этого поединка. Теперь интересно послушать, что вы думаете. Пишите все свои мысли, прогнозы, как всегда, в комментариях. Подписывайтесь на YouTube-канал, колокольчик обязательно прожимайте, чтобы новые выпуски не пропускать. Я даже вынужден с вами попрощаться. Всем пока и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok